Вот так, подхватив сына на спину, папа обходит кабинеты травматологии. Спешка, неосторожный шаг и вывих. А то и перелом. Случаи разные. На прием к травматологу в 4-й поликлинике очередь только растет. Подскользнулась, села и все. Ну, я считаю, что это моя вина. Но никак, ничья. Я поторопилась немножко. Пока передвигаться Галина может только с помощью костылей. Причина травмы стала небольшая наледь, присыпанная снегом. Подобных историй за смену врач слышит немало. Ежедневно за помощью обращаются около 80 человек. Шибы, это растяжение связок, это и переломы. Поэтому травмы, даже просто какие-то повреждения, которые мы не сразу видим. А потом они сказываются. Внутри сустава где-то еще могут быть. Врачи советуют первые три дня прикладывать холод, если травма не опасная. Если большой отек, сразу обратиться к врачу. Современное рентгеноборудование позволяет быстро поставить диагноз. Рентген компьютерный. Прямо сразу нам картина выходит сюда, минуя рентгеновскую пленку. Он начинает сразу делать заключение? Да, сразу, прям моментально. Только сделали снимок и через секунду несколько уже рисунок есть. Вновь мокрый снег и плюсовая погода. Улицы города заполняют лужи. На этом тротуаре снег в перемешку с песком. За несколько минут до съемок пешеходную дорожку посыпали специальной смесью. Все безопасно, но вот мнение людей. Полчаса назад я шел в другую сторону. Медленно-медленно, потому что боялся упасть. Сейчас нормально. Скотч наклеен. На обувь скотч? Конечно, потому что невозможно пройти. По двору в такую погоду слякать. Вот, поэтому, а когда уже был морозчик, тогда, по-моему, нас во дворе вообще не посыпали. Я не видела. В Дорожном управлении Брянска пояснили, с обработкой тротуаров песко-соляной смесью остаются проблемы. Но снегопад, который прошел на этих выходных, показал, что новая техника постепенно меняет ситуацию. Трактора, которые мы закупили в том году, малогабаритные, они свою работу выполняют на 100%. То есть мы промели сперва данные участки и потом обработали их песком. В снегопад на дороге Брянска выходит примерно 60 единиц техники. Особое внимание тротуарам. Но при этом не стоит забывать об осторожности и скрытых под снегом наледях. Екатерина Зойдина, Максим Кузнецов. События. Брянск.